Три варианта горячих пирога на праздничный стол. С капустой, с картошкой, с курицей и грибами. Не скажу, что готовится быстро, но очень вкусно. Приветствую вас! Вы на канале Евгения Попова. Мягкое сливочное масло, 4 желтка, 110 грамм сметаны, 300 грамм муки, сольки по вкусу, вымесите тесто до однородного состояния. Накройте и поставьте в холодильник на 1 час. Налейте масло. Подготовим начинку с капустой. Нарубите мелко пол луковицы. И на разогретой сковородке обжарьте до полготовности. Вот до такого золотистого цвета. Переложим в отдельную емкость. Затем порежем пол кочуна молодой капусты. Разогреем сковородку с растительным маслом и обжарим капусту. Слегка до полуготовности. И переложим в емкость луку. Нарежем 6 средних шампиньонов. Даже можно сказать маленьких. Также обжарим на сковороде до полуготовности. И добавим к капусте. Соль по вкусу. Черный перец также по вкусу. Слегка перемешайте. Второй вариант начинки с отварным картофелем, луком и грибами. Три средних отварных картофеля. Разомните с помощью вилки или толкачка. Добавим жареные шампиньоны, жареный лук. И перемешаем. Затем вбейте одно цельное яйцо. Добавьте рубленный укроп. Еще раз перемешаем. И начинка с картофелем наша будет готова. Еще одна классная начинка с курицей, луком и грибами. Жареный лук. Жареные шампиньоны. Жареная куриная грудка. Перемешайте. И начинка готова. Достанем охлажденное тесто. Охлаждали мы его для того, чтобы оно стало более плотным и упругим. В дальнейшем нам будет проще его раскатывать. Разрежьте на три равные кусочка. Посыпьте мукой. Сформуйте. И раскатайте приблизительно толщиной в 5 мм. Плюс-минус. С тестом обращайтесь аккуратно. Старайтесь не порвать. Возьмем форму для запекания. И выложим аккуратно тесто. Немножко края уплотняем пальцами. Снимем лишнее тесто. И отправим в морозилку на 1 час. За это время подготовим заливку. Вбейте одно яйцо. Добавьте сливки. Добавьте укропа. И немного майонеза. Все взбейте с помощью венчика. До однородной консистенции. Тесто заморозилось. В одну форму выложим начинку с капустой. Вот так вот немножко уплотним. Во вторую форму начинку с курицей и грибами. И в третью форму картошку. Начинку с капустой заливаем заливкой. И курицу с грибами также заливаем заливкой. Затем натрем сливочный сыр. И посыпем пироги. Все получается очень красиво и аппетитно. Хоть и не готово. Отправляем в духовку на 20 минут. Градусов 160-170. Готовые пироги достаньте из духовки. Дайте им слегка подстыть. И выньте из формы. Форма цифлоновая. Должны выниматься очень хорошо. Выложим на сервировочную тарелку. Или как в моем случае на камень. Посыпем зеленью. Ну а вас, дорогие подписчики и зрители, поздравляю с наступающей Пасхой. Желаю приятного аппетита. Пасхой. 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 Пасхой.